Всем привет, друзья! Теперь настало время крутых видео из гаража. То, к чему я шел более полгода. То, к чему я, в общем-то, стремился долгое время. Вот, собственно, гараж готов для крутых поделок. Итак, первое, что нужно сделать, собственно, то, на чем что-то можно сделать. То есть, это будет верстак. Я беру доски 50 на 50, такие бруски. Длиной у меня они по 2 метра. И, в общем, как вы понимаете, обработка досок заняла долгое время. Потому что каждую сторону нужно было, во-первых, перевернуть в тисках, зажать. Затем ее нужно было прийти с рубанком. То есть, у меня ширина лезвия рубанка 80 мм. Соответственно, и доски я взял поменьше. Вот, я взял их 50 на 50 мм. И этот верстак я делаю полностью из сосны. И он мне обошелся эквивалентной сумме 50 долларов. Если его, таким образом, сделать полностью из дуба, то получится сумма около 100-110 долларов. Также, правильно рассмотреть вариант, если мы ножки делаем из сосны, перемычки нижние также из сосны. А вот, собственно, столешница из дуба. Будет очень круто. И такой стол получится в районе 70 долларов. После обработки рубанком доска, которая была 50 на 50 мм, становится доской 47 где-то на 47 мм. Также обратите внимание, что все равно необходимо выбирать доски максимально ровные. Потому что рубанок, в общем-то, не сделает такой даже точности, как рейсмус. На рейсмусовом станке все делать проще. И как бы качественнее получается сразу. А здесь мне приходилось много чего отрабатывать и подгонять вот эти доски. Клей использую немецкий Kleiberit D3. Так как у меня стол этот, верстак, будет стоять внутри помещения. Размазываю пальцем. Ну, можно было бы и поработать кисточкой. В принципе, пальцем также неплохо получается. Каждую сторону намазываю. Клей, который не засох, достаточно легко смывается с рук водой. А клей, который засох на руках, просто так выкатывается, как обычный ПВА. Струбцины. Чем их больше, тем лучше. У меня их нашлось три штуки. Причем две такие крайне мощные, а одна крайне слабая, но длиннее. В общем-то, здесь длина 700 мм нужна, а струбцины у меня по метру. Также во время вот этого зажима некоторые доски вываливались то вверх, высовывались то вниз. И поэтому мне вот приходилось их поправлять. В общем-то, особо это критично не было, потому что я выбирал максимально такие ровные доски. С использованием этого клея через сутки можно уже снимать струбцины. И после этого приступаем к окончательному выравниванию. Я выравниваю только лицевую часть. Вот такие, смотрите, ступеньки получились снизу. И все их в этом месте выравнивать не нужно по всей длине, а только вот с краю. То есть там не будет такое крепление-перегородка. Для такого стола с такой столешницей ножки необходимо сделать мощные. Вот, собственно, я и склеил по 4 бруса длиной 900 мм. И тут у меня струбцин не хватило на все вот эти комплекты, поэтому пришлось по две ножки зажимать к столу, к этому верстаку моему, который я, кстати, сделал первый. И видео вам потом покажу, попозже. Пришлось вот так все вместе зажимать, и соответственно клей вылился, и в некоторых местах вот эти ножки посклеивались. И затем я начал таким образом постукивать для того, чтобы отбить этот клей, но, как видите, приклеилось очень даже хорошо. Пришлось воспользоваться стаместками. Боковые перемычки я поприклеивал и параллельно с этим соединил их шурупами. Это супер-мега-надежное соединение в данном случае. Шурупы же рекомендую использовать такие желтые, это не те черные-каленые, потому что даже вот аккумуляторный шуруповерт при определенном закручивании может сломать головку вот этого черного-каленого шурупа. Это такие толстые, прочные шурупы такого золотистого цвета. Продолжение следует... Ножки вставляю в свои пазы, заранее промазанные клеем, затем зажимаю сильно струбцинами, оставляю на сутки и на следующий день вот это все дело я поразбирал и позакручивал шурупы. После этого получается что-то похожее на какой-то стол. Нет еще нижних перемычек и вообще эта штука перевернутая. Вот, собственно, перемычки также я проклеиваю. Зачем это вообще проклеиваю? Во-первых, конечно, это надежно будет все крепиться. А во-вторых, даже со временем, если там поменяется влажность или что-нибудь там еще поменяется, то не будет никакого репления, скрепления и тому подобных звуков. Клей будет все это держать как единое целое. А шурупы дают прочность. И вот, собственно, мой любимый момент в видео. Так это эффектно выглядит, вот это торцевание. Собственно, как делать тиски? Я беру винт М18, соответственно, гайки к нему, шайбы, увеличенную шайбу, обычную шайбу. А беру кусочек дуба, заранее заготовленного и, в общем-то, мне надо было их два. Процесс изготовления прижимной планки тисков, собственно, наружной планки. Отверстия для винта делаю 20 мм. А отверстия, вот эти боковые, я сделал 18 мм. Они нужны для крепления направляющих. А направляющие это трубка из магазина фурнитуры маленького диаметра. И, собственно, место под тиски выбрано. Здесь очень важно не попасть на шурупы, которые я там накрутил внутри. Помните, я первую эту планку прижимал к столестнице, вторую также шурупами прижимал и проклеивал. И вот эти шурупы можно, в принципе, найти с помощью магнита. Или как-то вот заполнить, то есть записать, зарисовать, это очень важно. А теперь, смотрите, важный момент, так сказать, лайфхак такой по-современному. Просто так отверстие в трубке не просверлить. Поэтому я болгаркой нарезаю такой хрестик. И затем сверлом очень легко просверлить отверстие, оно никуда не уходит. Дальше необходимо взять две большие шайбы, сделать в них по 4 отверстия одинаковых, в одинаковых местах. Приварить маленькую шайбу, то есть обычную шайбу М18 к резьбе, где-то на расстоянии 50 мм от края. И, собственно, смотрите, дальше вставляем. Затем расставляем по периметру гайки М6, центруем и закручиваем шурупами. Вы можете сказать, что для того, чтобы сделать хорошие тиски, необходимо использовать специальные винты с трапицидальной резьбой. Но, друзья, понимаете, это бюджетный вариант. Вот это просто мега дешево. И 50 долларов потому и получается, что очень дешево все сделано из дешевых материалов. Трапицидальная резьба, да, она бы быстрее зажимала, например, да. То есть вот эта часть быстрее бы ходила при одном обороте. Если она еще несколько заходная, то прям вообще супер. Теперь настало время сделать отверстие для зажимных деревяшек. Теперь на калиброванный круг 16 миллиметров я накручиваю гайку М18. И настало время проверить, как работают тиски. Смотрите, зажимаем. И теперь даже можно поднять весь стол. Осталось пошлифовать, что, собственно, я и делаю. И затем покрываю вот таким вот маслом. Масло-воск у меня. То есть воду прямо оно не должно пропускать. Итак, друзья, вот такой результат я получил. Если видео вам понравилось, было полезным, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал, дальше будет еще интереснее. До новых встреч!